Отмечать день без табака начали с зарядки. Провели ее прямо в центре города. Молодежь размяла мышцы и присоединилась к антитабачному шествию, которое прошло по улице Новогинской. Ребята призвали прохожих не вредить своему здоровью и в целом экологии города. В городе курить не модно. Мы хотим дышать свободно. Финишировало антитабачное шествие на площади Флага, которое сегодня превратилось в спортивную площадку. Здесь участникам антитабачных игр, а им мог стать любой желающий, предлагали посоревноваться в армрестлинге, подтянуться на турнике и поднять штангу. Как оказалось, свои физические данные решились продемонстрировать только не курящие. Повторяющие не готовы к таким нагрузкам. У них, во-первых, отдышка, слабая выносливость из-за курения. Легкие начинают гнить из-за этого. Это очень мешает спорте. В легкие дыхания, собственно, задыхаешься, когда, например, бегаешь или тренируешься. Выносливость падает очень сильно. Лучше кушать бананчики, чем курить и пить. Мне как бы родители запрещают курить. Я не люблю обманывать родителей. Ну и в общем это вредно. Вредит здоровью. А здоровье для меня главное. Из-за курения уже всякие болячки появляются. Там рак, руки, рак легких, почек и так далее, горло. И запахи все эти. Вот столько пообщаешься. Разные моменты такие бывают. Главная цель первых сочинских антитабачных игр – помочь отказаться от вредной привычки. В целом, акции по борьбе с курением в Сочи начались еще 10 лет назад, когда город принял хартию Сочи без табака. Положительный результат подтвердился и сегодня. Утром получили сообщение о том, что Сочи оказывается признан один из самых трех лучших комфортных городов для не курящих. Соответственно, мы понимаем, какой чистый воздух, какой прозрачный воздух, какой бездымный воздух находится в нашем городе. Поэтому я очень хочу поздравить всех наших сочинцев, всех наших гостей с нашими первыми сочинскими антитабачными играми и призвать присоединяться к армии, бросающей курить в этот день во всем мире. Антитабачные игры сегодня прошли во всех районах Сочи. Хостя, например, всем решившим бросить курить, предлагали забить на сигарету. И выдавали молоток и гвозди. А еще на всех площадках игр можно было проконсультироваться с врачом и узнать оптимальный способ бросить курить.